Скажите, пожалуйста, Вашу фамилию и отчество? Семин Алексей Тимофеевич Вот и место рождения Город Самара Переминовали все По Куйбышу был Сейчас Самара Елховский район, село Елховка Куйбышевская область Или там Самарская область Елховский район, село Елховка Сейчас уже не пишем и пишем, ты не знаешь Какого числа вы родились? 10 января 25 года В каком году вы попали на фронт, если помните число? Число? Я знаю очень, а так я не могу В 1942 году, в конце года, в 1943 году почти Ну, 1942 вообще А в каком году вы демобилизовались? Демобилизовались вот недавно, в 80-е В 80-е, наверное, да С Курска демобилизовался Я же прилетел сюда, в Орел В 1948 году А где и на каком фронте вы воевали? А-а В период Великой Отечественной войны? Великой Отечественной Ну как, район, говорите, или что? Нет, просто фронт, например, западный, центральный, европейский Какой фронт? Южный фронт Я не знаю, надо у него спросить Сейчас он знает, лучше ли мы с ним воевали Вот Конев был командующим фронтом Конев Это Нужные проблемы Ну, отпишите, южные проблемы Я Бутапеш брал, Вену освобождал Болгарию освобождал Все Соединение части, если помните А, 350-й гвардейский полк 140-й дивизии 140-й гвардейской дивизии Я помню, хорошо В каких родах войск вы служили? Ну, я служил и в десантских Вот, прыгал в озеро Болотон Не прыгал, только хотели Но Сталин им не разрешил Потому что хватит гибели народу Вот В пехоте В пехоте Скажите, пожалуйста, вашу воинскую специальность Специальность? Ну, если так сказать Снайпер Ну, это по-пехотному А так Я механик по самолету Двигатель Реактивных аппаратов Ну, реактивные самолеты Ваше воинское звание Должность В период великотестного Да? А нет А в период великотестного Старший сержант Ну, рефрейтор был А где учился Это не говорите Там Не нужно? Пока нет Ну да Вопросов нет Вот сейчас мы переходим К анкете К вопросу Конкета Ну, это вопросы будут Которые он сейчас будет задаваться И так далее Как вы узнали в начале войны? Как узнали? Да Ну, узнал, что Киев мы пели Нам объявили Что началась война По радио Какова была реакция Ваших близких? Близких? Да Конечно Не верили некоторые Что война началась Думали Что это Шантаж Монтаж Но дело в том Что война Разразилась Большую силу Вот Ну, а как вам сказать Настроение было Конечно, плачевное Забирали всех В армию И молодежь Всю Вот А как конкретно Сказать вам вопрос? Ну, это не важно Это просто Вот Ваше мнение Ну, что Все готовились Уходили все Старики Старослужащие Все на фронт Все уходили Ну, все отдать За родину За отечество И за Сталина Что вы думали Тогда О причинах войны? Из-за чего Война началась? Из-за чего? Ну Нахальный Гитлер Напал на советскую Родину Вот А как вам сказать Объяснить Что началось? Фашисты Фашисты Напали на родину Все Как и раньше Нападало Понимаешь Вот Эти немцы Слышали вы речь Молотова 22 июня 1941 года Какое у вас Впечатление Произвело На вас Эта речь Хорошие Конечно Впечатления Плачевные Хорошие Вот А речь Сталина 3 июня Сталина Да Я Пышал за родину За Сталина Вдохновила она у вас Вдохновила И эти выступления За родину За Сталина Это сейчас Сговняли его Понимаете Расскажите о том Когда и как Вы были призваны В действующую армию Как призваны По порядку По инкоматам В каком городе Это происходило В Куйбышев В Делковке Ясно Меня в Куйбышев Привезли Потом На пересельный пункт И на фронт В каких сражениях Операциях Вы принимали участие В освобождении Городов Сел Если вспомните Перекислите Вот Ну как конкретно сказать Ну Молдаван Я не буду говорить Сразился Болотон Он летчиком был Он до президента Я был как его В детдоме Ну как-то на фронт Это его дело Вот А я В пехоте Вот Форсировали Днепр Днепр Взяли Город Будапешт Скрык Мура За Родину За Стали Сами Хорошо плавать Смог Не утонул Вот И дальше Встретился я Там С одним Одноклассником Одноклассником Которые тоже На втором эшелоне Шли Бойцы И встретился с ним Ну как С одного села С одной школы Вместе сидели за партой Вот И А потом разошлись Как море корабли Ну у нас одно направление Другое На запад все Вы вспомните Один или несколько Наиболее ярких Боевых эпизодов С вашим участием Ну один там Самый запоминающийся Да Зод брал Давайте Давайте За что я Вот Болотон Не Болотон Не Коснулся Болотон Это Болотон Западный Город Буддафеш Вот Один Это Шли Это Под конец Можно Несколько И сделать Эпизодов Ну да Можно Спокойно Да Шли Четыре Тихо Так Агрессивно А нас Тринадцать Бойцов Осталось Я Как Помком Взвода Был А лейтенант Молодой Прибыл Вот Тоже Говорит Давай Отступим Испугались А тринадцать Человек Осталось Против Тигр Ничего Я рушить Пашки Никакого Нет Два Патейера Ну я Подсказал Ему Вот Давай Растановим Где Патейер Слева Справа И Сбок Убить Да Хорошо Снаряды Были Я Первый Подбиваю Первый Руководящий Тигр Ну это Танки Они Подтигр Назывались Тигр Ну Сели Машины Потом Я скажу Попозже Это Последние Вот Подбиваю Эти Тигр Ну Танки Видите Такой Подбил Задымился Все Ну Здесь Солдаты Из Автоматов С Папожа А у нас Автоматы Были Дисковые Не Рожковые Дисковые Ну Папожа Вот Перестреляли Конечно Их А Один Танк В окопе Остался Солдат И Моков Ну Они Уже Быстро На Заняли Территорию И Остался В Тручее Так Он Крутился Хац Так Издевался Понимаешь Над ним Но Жив Остался Вот И Что И Ушли Они Развернулись Дали Там Парад Своей Говорит Надо Здесь Засада Большая И Ушли Вот Это Один Эпизод Второй Эпизод Можно И так Вот Мне Одну Хотел Это Взяли В госпиталь У меня Полевое Ранение Было Ноги У меня Здесь Ранение И Здесь Ранение Бог Мил Вот Что А у меня Вена Там Образовалась Что Медсестуры Не было Никого Не было Медикантов Медикаментов Тоже Не хватало Вот И Что Разрослилась Ну Здесь Гольф Мы Взяли В Вене Я говорю Хирургу Сюда Иначе Пострелять Его Вот А сам Температура Большая Он Говорит Надо Отрезать Ногу Никаких Отрезаний Палатку Сделали Ребята И Он Надо Мно Сидел И Солю Делал Ну Там Он Обезвредил Все И Солю Я На взрыв Кричал Ну Вот Дай бог Хожу До сих пор Годы спят Но до сих пор Остался Вот И так Я ему тоже Жизнь Спал Спас А так Расстреляли Его Серу Какое событие Запомнилось В Боле Как радостное Событие В период Великой Отечеств Войны Радостное Событие Были на фронте Радостное Да Какие Запомнились Ну таких Радостей Не было Но были Когда Взяли Болгарию Так Там Художник Запечатлил Меня И Написал Это как было Стоит под горою Алеша В Болгарии Русский солдат Про меня Ну так Разговорились Там Памятник Стоит Вот сейчас Эти Приезжали Дети Болгарские Руководитель Ну и Старший С ними Тоже Разговаривали У сквертанкистов Вот Разговаривали И все Ага Стоит И говорит Снеси Вот Такой Разговор Снеси Такую Памятник Не нужно Да Сейчас Черт Ты знаешь Что творится Не боишь Что для фантазарьков Было источником Мужества Мужества Да Храбрость Можете ли вы Рассказать О подвиге Которые Мы были Свидетелем Да Скажите Пожалуйста Взяли Брали мы Этот Зот Я лично Взял Зот Лично Шашку Подложил С той стороны Прополз Все А там Мистер Шмидт Идут Все И Много Солдат погиб В том числе И я Но я не погиб Меня оглушила Взрыв Бомбы И все А когда Кончилась Эта Атака Все И Я лежал На поле боя Меня тоже Подобрали И В окфильт Траншей Во враг Можно сказать Во враг Бросают Все Ну Командир Шел Или Старший Шел Я же Не знаю Я уже Ничего не Видел Меня бросили И все Начали Закапывать И ударили По голове Или почем У меня голова Сейчас Ничего Она не работает Камень Попал Я Заорал Он Уже Сознание Вошел А командир Что вы Живых Закапывать Меня Меня вытащили И в госпиталь Отвезли 121 госпиталь Левкорган Это под Будапешт Вот Там лежал И все Вот это такое событие Странное А так что И Целое отделение немцев По боевому Расчету Это 40 человек В отделе В возводе Я в рукопашную Перебил Ночь Пошли мы втроем Азербайджанец Латыш Ну они как-то Высветились Ну А мне еще оставалось А я же Десантник Вот Ножом Часового снял Отащил Все Чтобы другая Смена не подошла Не узнала И ворвалась В эту Где они там Спальню их И дзот там Вот Через этот ход Как воспринималось В начале войны Я ничего сказал А не все Да Что Врываюсь Тогда Не добил я его А как-то Ранил немножко Все Он поднялся Мне как ударил Все У меня здесь вот Все было Выбито Прикладом Потом Все-таки силы Набрался Я ее Весь в крови Но добил Вырываюсь В эту Бункер Вот как Я дзот А там Родистка сидит И какой Офицер Звоню Не помню Какой он Но офицер Чин офицера Я долго не думаю Пистолет И сразу В коленки В две коленки Стреляю Сразу Здесь Ну там Мгновение одно Там и будешь думать А Родистку не стало Оказывается Русская была Ну я ее забрал И взял В плен То есть не в плен А Ну в нашей НКВТ Или как называлось Особое дело Вот Второй случай Я сам взял В плен Я же разведчиком был Второго взял Одного Ну командир сказал Надо везти ее в полк А пол Километра Наверное полтора Или два было От передовой И что И здесь мне помню Это сопутствовала Одна Родистка Вот Несла Это как ее Катушку С проводами Где-то прорыв был Вон Помогла А потом уже Разошли здоровье Здесь Тимцы идут Идут Что делать Я говорю Ложи Вам дыхок На него кричу Вот Начал бежать Нет Он увидел Своих самолет И бежать Я говорю У меня же Я же Вооружен Сейчас застреливаю Я ему И пуглица Отрезала Все Ну что Держал вот так Вот Спутанно Да Ну привел ее туда Сдал В особое дело Вернулся в час И дальше пошли Вот так Судьба Слела А еще что там Как воспринималось В начале войны То что Красной Армии Пришлось отступать Были ли сомнения В победе Конечно Что Сомнения было Что До Москвы Доходили Что Вы почувствовали В начале Контрнаступления Под Москвой Что Возродилась Сила Сила Потому что Подбросили И танки И войска И такие Которые Были В Новосибирске Ну На севере Вот Не на севере Как-то Вот Новосибирские Войска Все Ну пополнение Пришло Расскажите Своих командиров Кто из них Больше всего Запомнился Вам И чем Ну что Командир Все командиры Командующий фронтов Мне запомнился Очень хорошо Этот Конев Командующий Вторым Украинским фронтом Конев Молодец Хотя Его изгоняли Некоторое время Кутузов Я спас От смерти Вы не слышали? Нет Ну Они уже Такую Гомнюшку Написали Что там Белий Или там Кто Ну Сталин Пригнал Разобраться Стрелять Кто А Жуков Говорит Нет Вот у нас Такой-то фронт Есть Который Без командующего Все И он забрал Спас Ему Весь Кого Вы И Ваши Товарищи Считали Наиболее Выдающимся Полководцем Во время Великой Отечественной Войны Ну Кто Этот Как Жуть Изменилась Ли Ваша Оценка Сегодня Оценка Да В какую Что Ну В хорошую Или плохую Не В хорошую Конечно Каково Было Ваше Отношение И Ваше Служивство К личности Сталина У меня Хотя С ним Близко Не было Но я Рисовал Ее Много И Озеленение Природы Все Я же Худграф Здесь Закончил В этом Как В В Вечер Вот Писывал Хорошая А сейчас Слепой Пошти На фронте Были Люди Разной Национальности Что По Вашему Мнению Объединяло Представителей Разных Народов На фронте Случалось Взаимное Непонимание Конфликта Национального Нет Взаимопонимания Не было Вот Но Был Один Товарищ Я лежал В госпитале А он Ну Как Сказать Сдрефил Где-то Все Офицер Вот Офицер Ну И попал В штрафную Влот И батареон Там Вот И Где-то Посидел Потом Встретился Я с ним В пересельном Пункте Ну Разговорили Все Да Он Закончил Ну Художествен Факультет Понимаешь А школу Вот И Хорошо Он работал А я В школе Только Всех Эти Рисовал Как Писателей Вот Эти Все Пушкина Все Мне всегда Нравился Пушкин Курить Надо Врисовывать Вот Ну С ним поговорил Так Все Мы ходили С ним Когда я в госпе лежал Знаете На зарисовке Там Операцию Делали А потом Здесь Приехал Когда Варил Продлил Вот Не Варил Сразу А Это Станислав Сейчас Был Иван Франковский В Украине Это В Киеве В Украине Как удавалось Вам не падать Духом Переживать Трудные Лишения Там Поддерживать Воинскую дисциплину Во время Великой Отечественной Войны Храбрость Больше Что я не скажу Какую роль В развитии События Сыграла Приказ Наркома Обороны Под номером 227 Нишан Номер 27 Я не знаю Так А наркома Выполняется Приказ Полустал И все Вы сталкивались С заградотрядами? С заградотрядами? Нет Ну как С заград С партизанами Или как-то Ну в этом приказе Говорится о создании Заградотрядов То есть Ну не стало Я жизнь Этот был Так Я Действующий В армии Что запомнилось И встреч С населением Во время Отступления Во время Пребывания В прифонтеровых Населенных Пунктах Где и Когда это было? Ну когда я им скажу А фронтовых Да Вот когда мы забрали В Вену Я был На вокзале Старшим Патрулируя По Эвакуации Этих Русских Я помогал им Это Ну там Лезут С мешками Все Чтобы уехать Война Отойдет Вот И русских И через фортуцкую Сажал И все И все Так И стреляешь И все Да Неразбериха была Такая Вот Ну помогал им Конечно Как встречали вас Люди в освобожденных Родах и селах Что вам больше всего Запомнилось Встречали нас С цветами Хорошо Вот Ну такие Большие Пункты Это уже после Такой Где-то Вот Мой чемодан С стеной Легает Понимаешь Я жестоко Поступил Тоже Тогда Не буду Это говорить А что Если ты не убьешь Его Так он убьет Тебе Ваши отношения К немецким солдатам Какими вы их видели И воспринимали Ну как Война шла Я так С ними не разговаривал С солдатами С ним Номецким Я их уничтожал Убивал А что Не убить Если Я Уже Если Не я Убью Его То Он убьет А что Стоит И делать Война В составе Вражеской армии Были не только Немцы Но и Румыны Итальянцы Венгрии И финны С кем Было труднее Воевать Почему Труднее Да Вот Я вам расскажу С латышами Было плохо С латышами На одной Кухне приехал А здесь Кушка сидела Ну снайпер На дерево И передавал Все Что здесь Группа Они Латыши Ты знаешь Между собой Собираются И все А здесь Как Дали Понимаешь По наводчику И все Латыши Легли А потом Только Забрались Ну Латыши Я нет Ну все Воевали За Родину Все Воевали И могу Выиграть Все И грузины И армяне И армяне Да все И украинцы И белорусы Да все Шли За Родин Приходилось Ли вам Встречаться Во время Войны И слышать О Власовцах Каково было Ваше отношение И ваших Сослуживцев К ним Ну О Власовцах Я Не знаю Я не могу сказать Может я И забыл Кое-что Не знаю Как вы Относитесь К современным Попыткам Оправдать Власовцев Вот Сейчас На Украине Пытаются Возвинить В ранг Героев Это Убивать Надо Власов Всех Я же На Украине Служил Тоже Я же Знаю Я же Там Раскопал Бендеровшину Сделали Заход Не с моря А С реки Терна Обложили Все А там Было И кухня И все Уходили На задачу Они Издевались Над нами Дежурный Летчик Шел Просто Не дежурный А просто Летчик Шел А мы Там Это Не Бендеровская А это Как ее Не госпиталь А Ну Общежитие Какое-то Было Мы там Дислоцировали Четыре полка Три полка Вернули Наши полка Да Он шел Себе В часть Поймали Старшина Бандер Посадил На Гуфакту На Гуфакту И Ни кушать Не давали Ничего Не давали И даже Свидание Давали С командиром С командиром И Что И он сам Повесился А что Стоять Сталкивались ли вы Со случаем Диссертирства Вашей части Там В полку Возможно Были Такие Случаи Нет В общем Я скажу Были Вот Когда Зод Я брал Все Некоторые Солдаты Молодушные Так Молодушные Не выдерживали И Отступали А сзади НКВДщики Были наши С пулеметами Их расстреляли Вот Это Я Но Это Те же НКВДщики Имеют Функцию Загрят Отряда Вополняли Загрят Отряда Совершеннедр Да Штрафники Приходилось ли Он сталкиваться С штрафниками Нет Были Среди Ваших Знакомых Люди Прошевшие Через Штрафбат Нет Штрафбат Я вам говорил Вот этот Художник Я там Мельком Проходил Стрезво С ним Расскажите о бытовых трудностях на фронте Как вы их преодолевали? Трудностей много было И недоедание Недопивание Сам вот ел гвозди на место Ни воды не было Ну, сам знаешь Фронт Это не учешься на бедах Как вы оцениваете Нашу боевую технику Во время Великописи Ну, конечно Маловато было Первые дни Катюша Вторая помогла Катюша Ваша личная оружие Чем оно было Для вас на фронте? Защит Для себя И Немцев убивать Вот А еще Я тебе скажу Что Все нормально Как вы отдыхали Во время Часы Затишья? Были минуту отдыха Когда ей письмо напишешь То не доходили Вот Затишья, Затишья Так Отдыхали чуть-чуть Приходилось вам слышать выступления артистов Концертов Фонтовых бригад? Ну, это было Это Вот эта артистка Играет она Сейчас вспомнился И Двенадцатый нож Она играет Как Девчонка Она играет Была ли любовь на фронте? Нет Любовь Только к родине была Уничтожить немцев Знаменитые наркомовские 100 грамм Какую роль они сыграли для вас Ваших товарищей? Конечно Я немножко потреблял А сейчас нет Потому что Вот Ну, ничего Для смелости И для храбрости Когда и откуда вы писали домой? Что сообщали родным о себе? Совершалось Жив, здоров И все Могли ли вы писать о всем Что происходило с вами? Происходило с вами Некогда было Некогда Когда и какие письма вы получали из дома известия? Это уже все тяжело было Но я не могу это сказать Когда и где вы были ранены? Ранены Вот Плечо Осколочное ранение Левое ноги Это правое На бедро Вот оно Тоже болит Тоже иногда Вот Плечо Осколочное ранение Вот Помните ли вы лечивших вас людей? А? Помните ли вы лечивших вас людей? Лечивших? Нет, не помню Я есть Полковник Ходишь Нет Медсанбат Не помню Фамилии Как вы и ваши товарищи относились к тем солдатам, кто побывал в плену? Ну близко я вам не скажу Потому что их не было у меня У нас боевой состав был Которые шли только вперед А кто был ранен, убит Все Оставались на поле боя Союзники СССР Что вы знали и слышали о союзниках? О, этого я знаю одного Я застрелил Я был дежурным Через Днепр Вот Они ехали Даже американцы Или кто там Хрен их знает Я тоже не знаю Но не наши Дай закурить Я говорю Знать Мы сейчас проездим Я говорю С удовольствием Разворот И все Туда-сюда Я говорю Жвану его И убил Конечно нельзя это делать А что же делать? Насколько ощущалось их помощь на фронте? Кто? С помощью союзников? А, нет, нет Не могу сказать Может это внешне где-то может Да нет Сталкивались вы с полученными по Лен-Глизу танками, самолетами А? Ну, сталкивались вы вот Слышали о Лен-Глизе? То есть помощь союзникам бронетехникой Там, продовольствием и так далее Вы сталкивались с этим? Да нет, мы забирали вот Гитлер послал, допустим Свои 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 летчики Вот Это Вене, Лизабене Наверное, на территории Вот Конечно, мы все сухарики выбросили с мешка Некоторые пули тоже выбросили Набрали все это Пожрать, пожрать Я говорю, нельзя так делать Потому что стрелять нечем будет Война идет Ну все, наверное Где и как вы встретили день побед 9 мая 1945 года? Что делали и чувствовали в это время? Да, это В Бодапеште, я встретил Чувствовал хорошо Вот Но много неприятнее Они же стали Оставляли за град отряда Которые Наших убивали Это при мне было Убили Несколько солдат А я Нет, это раньше было А имеете ли вы ордена И за какие заслуги? Ордена Орден слабый За боевые заслуги Орден отечественной войны Ну такие, большие А такие медали там Обороны Какая медаль для вас самая дорогая? За что вы ее получили? Ну взятие этого Ну там как бы не можно сказать за все За все получаешь За форсирование Депра И Сот Какой фильм о войне вы посоветуете посмотреть молодежи? Какую книгу прочитать? Я мало книгу читал Война с Японией Вы принимали участие? Нет В Японии Нас вербовали туда? Нет Хотели дослать Ну ввиду того, что я был в госпитале раненым Мне начальник госпиталя Куда ты больной поедешь? Я хотел ехать Мой друг поехал Старшина Поехал Он служил у нас Ну сейчас уже умер Вот Поехал Ну побыли там Ну наши Уже опыт имеют Вот Ну дали там Верняка Не буду думать Как вы думаете сейчас Почему началась война? Как избежать угрозы войны Для нашей страны в будущем? Надо сильнее быть Сильнее На каждом этапе А то сейчас нет Ну служить в войне Это можно писать Все знают Что вам еще хочется добавить В вышесказанного? Всказывается Чтоб народ лучше жил Еще Что бы вы хотели пожелать Нашей молодежи В будущем? Молодежи У нас молодежь Некоторые очень хорошие Некоторые очень разболтанные Вот Вот Ну что пожелать Всем здоровья Счастья И Быть всегда впереди Спасибо На этом интервью наше Закончилось Что мне вылечено Так что Я книжку забыл взять В попыхах тоже Там у меня все расписано Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому